Январь 2021 года. Ученые научно-исследовательской лаборатории био-нанотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработали уникальную методику обнаружения микро- и наноразмерных частиц пластика в кишечнике беспозвоночных. Она основана на применении темнопольной микроскопии и гиперспектрального анализа. Под воздействием внешних факторов пластика измельчается и приводит к появлению микропластика, это частица размером менее 5 миллиметров, и нано-пластик, это частица размером менее 1 микрона. И таким образом они попадают в пищевые цепи и могут накапливаться в организме и приводить к ряду патологий. В марте 2021 года доценту кафедры математических методов геологии Тимуру Закирову и его команде удалось выявить ключевые аспекты, которые определяют новизну исследования, влияние краевых эффектов смачивания на характеристики вытеснения углеводородов из пористых сред. По результатам исследования ученые смогут подобрать наиболее эффективные режимы разработки нефтяного или газового месторождения, а также обосновать тот или иной метод увеличения нефтеотдачи. Во-первых, мы исследуем динамические режимы течения, то есть такие режимы течения, которые зависят от поверхностного натяжения, вязкости флюидов, скорости нагнетания или перепада давления между скважинами. В мае 2021 года учеными КФУ был опубликован научный доклад, отражающий первые результаты исследования магнитных свойств донных отложений озера Сабакты. Он был признан лучшим на 28-й международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых-ломоносов. Всего было изучено более 450 образцов, которые позволили провести поликлиматическую реконструкцию на территории Южного Урала. Полученные результаты позволяют провести периодизацию климатических изменений на Южном Урале за последние тысячелетия. Октябрь. Физики Казанского университета установили причину разрушения покрытий оптических волокон. Ими был изучен неизвестный ранее механизм деградации защитного углеродного слоя. Ученые обнаружили необратимое увеличение электрического сопротивления при многократных циклах их нагрева и охлаждения на воздухе. Нашей целью было выяснение причин, почему же оптические потери появляются. Такой рост, согласно результатам спектроскопических исследований, вызван именно взаимодействием аморфного углерода с молекулами воды из окружающего воздуха. Ноябрь. На кафедре аналитической химии Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета создана проточная электрохимическая ячейка из полимолочной кислоты. С ее помощью можно проводить анализы веществ, применяемых в медицине для диагностики и лечения заболеваний. Наша научная группа освоила полный производственный процесс создания данной системы, включающей печать ячейки, создание электродов к ней, модификацию реактора и проведение непосредственно самого анализа. Казанский федеральный университет, являясь одним из старейших вузов России, на протяжении всей своей истории неразрывно связан с наукой. Продуктивная научно-исследовательская деятельность, в которую вовлечены университетская профессура, преподаватели и студенты, безусловно формируют особый тип мышления и качество личности. Это была лишь первая часть ТОПа. В скором времени вы увидите еще больше уникальных разработок ученых КФУ. Надежда Мещерякова, Универньюз.